Поехали. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра Сангейц продолжает свои программы. Сегодня у нас турник, время в Чикаго 8.30 утра, на восточном побережье Нью-Йорк-Вашингтон 9.30, на западном побережье только 6.30, ну а в Москве в этот час 16.30 по московскому времени. Но мы беседуем, как всегда, по вторникам в это время с физическим астрологом Анной Ласточкиной, которая находится в Таиланде. Аня, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, радиослушатели. Рада снова быть в эфире. Ну, а мы рады снова вас видеть, в данном случае пока на моем мониторе. Ну, программы наши записываются. Те, кто подписан на наши каналы, мгновенно получают запись, которая будет в ближайшее время выложена в YouTube, потом она переходит в Facebook, где вы можете, дорогие друзья, ознакомиться с этой программой и не только задать еще свои вопросы, оставить свои комментарии. Также в этом вы можете сделать на тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com или по скайпу. Самая удобная форма общения сегодня, sungates, солнечный оборот на английском языке, на конце буква S, sungates 1.08, такая сакральная цифра 1.08, бусинки в этих самых в Малах, это медитационный такой круг. Ну, и мы давайте, Аня, приступим тогда к нашей программе. И, как всегда, за это время накопилось какие-то вопросы. Они нам поступают от наших радиослушателей, ну, мы и вы их видите тоже. Давайте мы ответим на эти вопросы вначале. Давайте. За это время поступило несколько вопросов таких основных, которые я бы хотела обсудить сегодня. Это поступили вопросы, я так думаю, от радиослушальницы, которая интересовалась детьми. И самый такой основной вопрос, который ее волновал, это с какого времени вообще можно обучать ребенка астрологии? Такой вопрос на засыпку. Да тут однозначно. Прямо с рождения надо обучать астрологию. Но дело в том, что нет. Я должна сказать, как астролог, как психолог, разложить все по полочкам. Как это все у нас обучение происходит. И вообще нужно ответить сначала на вопрос, что мы понимаем под преподаванием астрологии. Потому что астрология — это наука духовная и наука для взрослых. То есть для зрелого человека, который постигает свой путь развития, пытается понять закономерности судьбы. И то есть для того, чтобы изучать астрологию вот так серьезно, нужен какой-то определенный жизненный опыт. Но у нас, конечно же, есть варианты. У нас есть потомственные астрологи. То есть есть такое явление, как ребенок постигает астрологию уже с самого раннего возраста. Но если мы говорим о ребенке, надо сказать, с какого возраста вообще нужно ребенка чему-то обучать. В смысле, как давать ему интеллектуальное знание. Это должен быть период Меркурия. Я имею в виду о естественных периодах развития ребенка. То есть он начинает с периода Луны, когда он еще очень сильно зависит от мамы, от ее питания маминого. Потом у нас период Луны перетекает постепенно в период Марса, когда постигается различная предметно-манипулятивная деятельность. Ребенок руками пытается все охватить, пощупать. То есть испытать на себе все возможности этого физического мира, который его окружает. И только затем, когда он насытился эмоциями через Луну, насытился вот этой предметной деятельностью через Марс, он может приступать к освоению интеллектуального знания. И тут даже не столько вопрос об астрологии, а когда нужно начинать показывать ребенку, допустим, карту или что-то в этом роде. И вопрос вообще, надо ли показывать, начинать именно с карты. Потому что астрология — это на самом деле все, что мы вокруг себя видим. Это все взаимосвязи, которые есть у нас в мире. Это та же биология, физика. Это ритмы. Это тайм-менеджмент, то есть умение пользоваться временем. То есть ребенок может это постигать через образ жизни его родителей. То есть родители, если это понимают, они говорят, понимаете, на растущую Луну мы будем делать одно, а на убывающую мы будем делать другое. Так любая мама скажет. То есть ребенок, наблюдая, он понимает, что есть какие-то процессы неизбежные, которые не зависят от него, которые встроены в природу, которым нужно следовать. Ну и таким образом идет постижение астрологии с пеленок. Те же сказки, которые мы рассказываем ребенку. Колобок — это сказка о светилах, о том, как, вернее, солнце идет по зодиакальным созвездиям. И в конце концов его проглотила лиса. Ой, интересно. Как-то даже такой ассоциации у меня не было с колобком. А вот вы теперь это очень образно, так сказать, осветили. И теперь, дорогие мамы, когда будете читать детям свою книжку про колобка, вы имеете в виду, это не просто там колобок, который там кто-то... А это тут глубокий подтекст есть в этом. Мы можем также с подтекстом воспринимать Чуковского, когда крокодил солнце в небе проглотил. Это Раф. Был такой... Да, был такой товарищ, который решил солнце проглотить. Звали его Хануман, когда он был маленький. Вот, ему показалось там где-то там. И он решил его, так сказать, это самое, солнышко это. Так что не все так просто. И те наши сказки, они на самом деле не сказки, а это на самом деле то, что было на самом деле. На самом деле вот это знание передается через... Это опять-таки взаимодействие небесных тел, какая-то картина, которая возникает на небе. Также и мы, вот эти все сказки про курочку-рябу, колобка, унаследованные издревле, они несут за собой какой-то смысл. И это древние знания. И ребенок больше постигает чувствами. То есть я не считаю, что его нужно грузить интеллектуально. Как-то вот это Марс, это Меркурий, они вот так-то взаимодействуют. И у нас получается такой-то психотип, что для ребенка совершенно... Я хотела сказать, что астрология относится к девятому дому гороскопа. Ну, к восьмому в том числе, это тайное знание. До этих домов, до этих сфер жизни надо сначала дорасти. Астрология — это высшее духовное знание. Когда мы изучаем астрологию, мы меняемся сами. То есть у нас есть учителя, которые нас очень сильно меняют. У нас система мировоззрения. Чтобы система мировоззрения сформировалась, нужно сначала пятый дом пройти, как дом обучения вот этого высшего образования. А девятый дом — это образование, которое нас стоит над тем высшим, что мы получаем. Это образование, которое меняет нас самих в корне и определяет нашу стезю в жизни. Вот так. Астрология — это не просто набор какой-то вот вещей, которые можно заучить. Если провести... Да, без сомнения. Если провести аналогию с физической нумерологией, то девятка, люди, которые рождены там 9, 18, 27 числа, это люди, которые очень должны быть, по идее, разумные, потому что выше девятки уже ничего нет. Дальше десятка — это единица и так далее. Поэтому это действительно люди разума. И до этого действительно надо дойти. 8-9 — это самые такие вот главные цифры. Они обладают, эти люди, очень серьезными, скажем, достоинствами и способностями. Но, опять же, смотря для чего. Для этого нужна информация, которую мы, дорогие друзья, вам и даем через наш канал, интернет-портал «Сангейтс Радио». И через наших специалистов, одной из которых является ведический астролог Анна Ласточкина, совершенно замечательный человек, совершенно замечательный профессионал. И мы очень рады соответствовать ей и изучаем вместе с нашими радиослушателями то, что Анна нам сегодня в данном случае рассказывает. Давайте поедем дальше. Еще один вопрос был о национальных браках и межнациональных браках. Как астрология относится к тому, что есть межнациональные браки, то есть когда мы женимся или выходим замуж за человека иной расы, либо иной национальности, как к этому может отнестись астрология? Ну, на самом деле, астрология – это такая наука непривязанная. То есть астрологии, на самом деле, все равно. Что хотите, то есть делайте. А что там нам, какая набрать? Она может объяснить законы, закономерности, по которым это происходит, и почему это происходит, и почему это неизбежно в том числе. Есть три шага развития, то есть в любой системе. Любая система состоит из трех элементов. Первый элемент – это созидание, то есть мы что-то созидаем, это идея, которая рождается у нас. Дальше у нас второй элемент – это фиксация. Мы замораживаем в какой-то момент наши действия и начинаем отрабатывать что-то. То есть это такая фиксированная энергия. Первая энергия – подвижная, вторая – фиксированная, а третья энергия – двойственная. Это энергия разрушения. Когда за счет того, что мы нарабатываем очень много опыта, у нас появляется много разных вещей, и эти вещи друг с другом вступают в противоречие. И получается разрушение системы, либо ее перерождение во что-то новое. То есть когда мы говорим разрушение, это значит, что она переродилась. То есть возникло что-то другое. Да, на самом деле, я прошу прощения, я вас прерву. На самом деле это и так и происходит в мироздании. То есть это цикл, который начинается, он должен заканчиваться. Цикл начался, он развивается, потом угасает и заканчивается. Таким образом так происходит всегда. Поэтому мы сейчас находимся в Кали-Юге, которая тоже должна чем-то закончиться разрушением, а потом будет опять воссоздание всей системы и так далее. Ну, если взять богов, то Шиба как раз этому способствует сегодня. Вот эти три этапа, они обязательны для развития любой системы. И если мы говорим о каком-то образовании, как народность, народ, то это определенная система, которая от нашей системы, нашего общего человечества, с определенной целью, чтобы наработать свой генотип, наработать какие-то свои внутренние характеристики, которые очень ценные. Вот эта вот фиксация, она очень ценна, но никогда ничто не существует в материальном безуме. Конечно, в какой-то момент сама система себя изживает, ей нужны дополнительные элементы. Давайте выключим видео и будем продолжать в амбл-режиме. Хорошо? Мне жаль, конечно, я вас не буду видеть, вы замечательно выглядите, но тем не менее. Вы только начните сначала, потому что там были перерывы в нашем восприятии. Давайте сначала. Вот межнациональные браки. Да, межнациональные браки. Если мы говорим об астрологии, как она может пролить свет на межнациональные браки, насколько это хорошо или плохо, если можно такими понятиями вообще выражаться в данном случае. Астрология говорит о том, что все мы происходим из общего источника. И вообще вся Вселенная, если на то пошло, то есть все из единого центра. И мы только как люди разные, обладаем разными качествами, но в принципе мы все объединены, то есть мы все единое целое. Но у нас есть также задача нарабатывать какие-то, ну как-то развиваться. Чтобы развиваться, нужно пройти вот эти три этапа. Сначала какая-то идея, то есть у народа, который отделяется от общей массы, есть какая-то идея, потом есть фиксация, возникают границы, то есть определенные границы, как любая личность, народ должен выстроить. И там внутри народа происходит развитие генотипа, развитие качеств, которые в генах потом несут, все представители этого рода. И дальше происходит, конечно, должно произойти разрушение этой системы, потому что не может вот эта стабильность существовать вечно. И в итоге получается, что мы ищем кого-то на стороне, вне нашего этноса. То есть это нормально, это нормально, это закономерное развитие. Конечно, если мы посмотрим в астрологическую карту, то будет этому какое-то объяснение, почему нас потянуло, то есть почему нас потянуло в иные культуры, и мы находим привлекательного супруга или супругу иной внешности, иной национальности. Для этого седьмой дом гороскопа, который связан с партнерством, должен быть связан с домом иностранных земель, чего-то отдаленного. И если мы берем ведическую астрологию, то именно традиционно такое положение трактовалось как неблагоприятное, потому что это было сформировано опять-таки на почве сообщества, которое было в Индии и из которого мы сейчас черпаем знания. Считалось, что покидание родины и отъезд за границу это что-то очень неблагоприятное. Но это вещь, которая нужна для развития обязательная. У кого в гороскопе выражен ярко 12-й дом, то есть дом за границей, потерь своей родины, то есть человек много непривязанности должен развивать в отношении себя самого и того места, где он находится, в отношении, может быть, друзей, родственных связей. Если у него 12-й дом ярко выражен, то он тогда, получается, перемещается за границу. И это один из самых благотворных, может сказать, моментов, которые можно придумать для 12-го дома, который считается домом неблагоприятным, в том числе домом заключения тюремного больниц и так далее. Ну, также это дом уединения. Самое основное понимание этого дома – это уединение либо проживание в отдаленных землях. И вот у кого это выражено, у тебя есть тенденция заключать браки вне своего этноса, вне своего народа. Это нормально. Вот такое мое заключение. А у кого-то есть задача поддерживать, наоборот, то, что существует внутри народа. Аня, скажите, это справедливо для, допустим, для родственников? Такой тоже есть момент. Ну, какие-то дальние, допустим, родственники. Ну, справедливо можно видеть и как происходит, почему, допустим, женится, ну, что бывает очень редко, женятся, допустим, какие-то кровные родственники. Ну, если не родные, а то двоюродные или там троюродные, какие-то братья-сёстры между собой. Я это к чему веду? Я это веду к тому, что когда-то в истории, да и может и сейчас где-то есть, какие-то там, скажем, дворы королевские, они все между собой что-то переженились, потому что считалось так, что надо выйти замуж или жениться на каких-то людях той крови, которой они сами принадлежат, то есть короли с королями, принцессы там и так далее. Видно ли это в гороскопе и можно ли сказать, что это какая-то аномалия? Да, на самом деле отделение, это вот как раз о том, когда отделение от чего-то, вот эти границы, которые родили внутри соседей, служат плохой службой, когда мы уже всегда нужно разбавлять свою кровь, то если мы возьмем одни и те же кирпички и будем составлять из них что-то, то есть делать, мастерить. Я как ребенку это объясняла, что лекарь, когда у вас есть очень красивое что-то, очень функциональное, будет все равно и получаться. Когда разнообразить качества, разнообразить задачи, разнообразить какие-то отношения к жизни, другую перспективу получить, очень важно вот это кровосмешение, потому что оно иначе, это будет вырождение, это мы все знаем генетически. Но на самом деле все, мы должны помнить, что вселенная зародилась в результате вот этого инцеста. И инцест, когда Пракрити, Пуруша, то есть когда из Пуруши рождается Пракрити, и Пракрити оплодотворяется Пурушей. Изначально, когда существо, или, скажем так, энергетическая сущность содержит в себе очень много потенциала, этот инцест оправдан. То есть если есть источник, то, конечно, кто-то один, как Бог творит, должен был оплодотворять снова свои творения, чтобы они разнообразились. Но мы не обладаем такими качествами, как люди сейчас. И, конечно, мы не можем взять и снова со своими детьми снова продолжить потомство, потому что это будет большое подобие, потому что мы не содержим всего, мы не настолько целостны, как целостное изначальное существование. Возможно, это меня еще слышно? Ну, с перерывами, ну да, слышно. Да, есть... Сегодня у нас связь не очень действительно хорошая. Что у нас, может быть, давайте посмотрим на планеты, осветим. Ну, Меркурий, да, Меркурий. А что дальше там будет? 21-го, понятно, встанет на место. Давайте посмотрим, как изменилось за это время в течение, ну, скажем, недели последней небо над нами. Дело в том, что у нас сейчас такой период наступает облегчение после того, что мы переживали ранее. Раньше, вот совсем недавно, еще, может быть, две недели, три недели назад, было очень большое напряжение психики у многих, потому что шли затмения три подряд. Все так же, вот это было соединение сложное Сатурна и Марса в Скорпионе. И два дня назад, 18-го сентября, Марс перешел из Скорпиона в Стрельца. То есть, то самое напряжение, которое существовало у нас достаточно долго, месяцы, оно точно существовало, несколько, оно спало. Теперь нет вот этого противодействия. Дело в том, что Сатурн — это холодная энергия, сдерживание, энергия сдерживания, а Марс — это энергия горячности и энергия импульса. И такое положение отдавало у людей агрессию, причем скрытую агрессию, которая все-таки в итоге находила выход. Потому что агрессию скрыть очень сложно. То есть, что-то назревало, были конфликты, были какие-то очень… ощущался, причем кризис в сферах политических тоже, то есть, эти войны, военные конфликты, они обусловлены таким соединением. И вот два дня назад Марс покинул знак Скорпиона и оставил там одного Сатурна. Теперь Марс в стрельце. Что это означает? Теперь у нас есть возможность что-то новое транслировать через свои действия. Марс — это планета действия, то есть, какие-то новые идеи, новые знания получать. Что-то будет обязательно новым. Ну, Марс, конечно, у каждого в гороскопе перешел в какой-то конкретный дом. И там будет трактовка зависеть от того, в какой дом попал Марс каждому человеку. Но общие характеристики Марса в стрельце, стрелец — это очень хороший знак для Марса, им управляет Юпитер. И поэтому действия наши будут более осмысленные, более мягкие, более мудрые, чем были раньше. Раньше они были сдержанные. Сдержанные, но невозможно было держать этот порыв. Теперь у нас есть возможность получать одновременно знания под наши действия. Вот так. Ещё второй момент. В это же время Венера поменяла знак. Венера вышла из знака Девы. Это знак падения Венеры. И перешла в знак Весов. Что тоже очень позитивно. Потому что знак Весов — это знак, в котором Венера себя чувствует очень хорошо. И теперь есть возможность решать эти конфликты, обходить острые углы. Весы — это знак социализации, умение общаться, умение находить общие, выгодные для обеих сторон решения. Это партнёрство. То есть у нас наступает более мягкое время благодаря выходу двух этих планет. И тот же Меркурий, о котором вы упоминали, через два дня наконец-то перестанет быть ретроградным. И все вот эти заминки с техникой, с каким-то финансовыми транзакциями. Вот у меня недавно банкомат съел деньги. Тоже связано с ретроградным Меркурием. И мне пришлось их возвращать, полдня потратить на то, чтобы вернуть деньги. Такие вещи с коммуникацией связанные, они сойдут на нет и появятся способы решения. То есть те задачи, которые раньше не решались, будут решаемы, решабельны. У нас через два дня. То есть мы вступаем в более мягкое, в более гармоничное какое-то время. А уж что говорить о дальней перспективе, в дальнейшей перспективе, когда ещё Сатурн наконец-то выйдет из Скорпиона и перейдёт в знак Стрельца, то тогда это будет уже совсем новая веха в наших жизнях. То есть Сатурн два с половиной года стоит в одном знаке. И с января 2017 года он переходит в следующий. И будет два с половиной года стоять в Стрельце. И для каждого человека это будет нести какое-то изменение. Но изменения, если мы опять про знак Стрельца говорим, это изменения в целом более позитивные. Когда на основе, когда после кризиса рождаются новые идеи, новые возможности. И все вот эти обучающие проекты, семинары, вебинары, всё это будет процветать больше, чем нежели сейчас. Вот такие примерно прогнозы. Давайте мы поговорим вот о чём. У нас существует материальное, то, что её называют, природа. Есть такое понятие в ведической терминологии как гуны. Гуны. Эти гуны на санскрите называется тамас, раджас и сатва. На русском языке это называется невежество, страсть и благость. Ну, вы астролог, ведический астролог. Вот в чём смысл и о чём вообще идёт речь. Опять же, мы только вот сейчас обозначим эту тему, а продолжим мы уже в следующий раз. Это интересная, вообще-то говоря, очень интересная тема. Да, ну, давайте начнём с того, что гуна переводится с санскрита как верёвка, то есть то, что связывает. И гуна означает то настроение или ту мотивацию, которую мы вкладываем в действие своё. То есть у нас может происходить, мы можем совершать очень много различных действий в течение жизни, в течение дня даже. И то настроение, та мотивация, она показывает, в какой гуне мы действуем, и это приведёт к определённому результату. То есть от гуны зависит результат. Если говорить астрологически, от той мотивации, которую мы вкладываем в наши действия, которая обусловлена позициями планет, будет зависеть результат. Вот как, например, есть дома гороскопа, которые считаются не очень благоприятными. То есть это сферы нашей жизни, по которым мы бы не хотели получать каких-то проблем. То есть это сферы проблематичные, и мы хотели бы, чтобы эти сферы проблематичные вроде как не были раскрыты в нашей жизни. Но это неизбежно. И если мы будем давать человеку консультацию и будем ему раскладывать набор его действий по гунам, то есть по той мотивации, которую он будет вкладывать в каждое действие, обусловленное планетой, то мы можем дать ему ключ к тому, как улучшить свою карму. То есть как улучшить, как получить результат. Это, кстати, такое раджасичное консультирование, потому что раджас предполагает получение определенного результата, когда мы действуем. И давайте сначала тогда скажем, что у нас есть гунна благости. Гунна благости — это когда мы находимся в таком возвышенном состоянии, мы не сильно привязаны к материальному, мы не привязаны к результату, мы делаем, потому что это нам нравится, потому что нас творческий процесс захватывает целиком и полностью, мы вообще не думаем о том, какую выгоду мы извлечем из нашего действия, мы просто так действуем, потому что это наша природа, это наша сила, это наше внутреннее влечение к какому-то роду действия. И мы делаем, потому что нам так нравится. Это гунна благости, есть гунна страсти, то есть раджа гунна. Это мотивация, которая исходит из того, что мы должны получить конкретный результат. И это нормально. То есть все гунны, они в принципе не хорошие, не плохие, они все нужны. И это закономерно, что некоторые действия и большинство действий вообще в этом материальном мире мы будем делать, исходя из мотивации получения какого-то результата. То есть мы будем зарабатывать деньги, потому что нам нужно то-то, то-то, мы будем участвовать в мероприятиях, в состязаниях, потому что нам нужно укрепить свою личность и уютно себя почувствовать вот в тех одеждах, которые мы получили в этом воплощении. То есть это нормально тоже. И гуна тамос, гуна невежества, она связывает человека с инерцией. То есть гуна невежества, она такая интересная, она с одной стороны это защита материального, защита материальных границ человека. И вот две планеты есть, которые в тамосе, они тамосичные называются в астрологии, это Марс и Сатурн. это планеты, которые если есть задача какая-то, то это очень быстрое реагирование, например, экстренная операция, она всегда производится с примесью и составляющей вот этой гуны тамоса, ну или прием антибиотиков, это тоже гуна, это тамос, это гуна невежества, казалось бы, но невежество неправильное слово, то есть как будто бы мы же как-то принижаем эту гуну. Мне не то, что неправильно, мне оно не нравится, когда я говорю невежество, мне кажется, оно не отражает нейтральности всех гун, что ставит ее ниже сатвы или раджаса. Это экстренные меры, которые очень нужны, но побочные эффекты от этих мер, то, что если у нас нет вот этих задачи, которые нужно решить, то это лень и бездействие, то есть это полнейшая инерция. Мы можем здесь привести пример, как человек, допустим, солдат, воин, когда ему негде воевать и он уходит на пенсию, то эти люди могут быстро деградировать из захваченной этой гуны тамоса, то есть они инертны становятся, скажем, им больше негде выразить вот эту экстренность свою и связь с материальной природой. Но это вкратце о трех состояниях. На самом деле в любом действии есть примеси всех гун, и сатвы, и раджаса, и тамоса, только какой-то из них, какая-то из гун преобладает, и это дает действие в определенное настроение. И вот как говорят, что если мы поднимемся до сатвичного настроения, поднимем свои позиции в гороскопе, то мы проживем другой вариант нашей судьбы. Но мы все равно будем погрязшими в материи. То есть гуны не освобождают нас вообще ни от чего, ни от материального существования. Можно быть сатвичным человеком, при этом жить очень такую простую жизнь, ну, когда у нас есть доходы, и все, и я творю, я ничего не делаю, я вырасту на природу, но оставаться в колесе перевоплощений. То, что нас освобождает, это трансцендентность всем гунам, то есть, когда мы выходим за действия всех гун, трех. Да, хорошо, Аня, большое спасибо, действительно, эта тема отдельная, мы об этом поговорим, потому что, ну, первоначально и было, так сказать, я и говорил о том, что это материальные природы гуны, материальные природы, мы материальные существа, находясь в этом материальном мире. Наша задача, во всяком случае, так вот, сейчас не видно, но рядом со мной сидит аватар, образ, который и говорил о том, как нам надо взаимодействовать с окружающим миром, с окружающей природой и вести себя, потому что освобождение, то, что называется мокша, да, на санскрите, это и есть высшая цель, но, тем не менее, до нее надо дойти, поэтому хотя бы, вот, для начала мы будем разбирать вот эти, эту материальную природу, эти составляющие материальной природы, но в следующий раз мы поговорим, поскольку время, время, оно тоже материальное сегодня, и это тоже по времени мы можем разделить прошлое, это и есть тамос, сегодня это как раз таки благость, поэтому все и говорят жить сейчас и здесь, а вот будущее, когда умы будоражатся о том, что надо, скажем, что у нас произойдет и в будущем, вот тогда это будет страсть, то есть люди находятся в возбуждении своего ума, привести это все в соответствии, есть наша задача, ну и с помощью наших специалистов, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, к нашим телевидеозрителям, мы надеемся, что вот эта информация будет вам полезна и мы будем, так сказать, соответствовать тому, что происходит сегодня. Большое спасибо за ваше время в эфире, дорогие друзья, мы встретимся опять через неделю, во вторник, наше время с физическим астрологом Анной Ласточкиной, 8 часов 30 минут города Чикаго, или 16.30 по московскому времени, ну, а пока готовьте ваши вопросы, вы их можете задать нам через тройное W sungatesradio.com программа, которая будет обработана и выложена в YouTube, там тоже можно задать свои вопросы после просмотра, прослушивания ее, ну, или sungates 1.08 солнечный оборот на конце буква С, это наше средство связи прямого эфира, пожалуйста, кто хочет позвонить, есть телефон, это единица, это код страны 847-226-9956, ну, на этом мы прощаемся и желаем вам всего, что ни на есть лучшего, Аня, спасибо большое, до новых встреч. Спасибо вам, Михаил, до свидания, до свидания, радиослушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова